Интересовались куряне, как, по мнению правоохранителей, можно избежать трагедии, подобной той, что произошла в Керчи. Мы серьезный сейчас акцент будем делать именно на работу с детьми и с родителями, на получение упреждающей информации, на то, чтобы, если подросток, он немножко не в коллективе, не в социуме, нам сразу поступал сигнал, для того, чтобы мы могли понять, из-за чего это происходит, и чтобы, опять же, те же соцсети его не втянули в это общение, закрытое в самом себе. Кроме того, участились случаи жалоб на мошенников, большое количество которых сейчас работает в интернете. Желание получить вещь за копейки порой оборачивается денежными потерями для доверчивых курян. Специалисты советуют не спешить и переводить кровно заработанные на чужие счета. Перед этим хотя бы какие-то действия в тех же соцсетях, посмотреть отзывы о данном магазине, или же связаться с этим магазином. И перечисляют в основном это на номера банковских карт. Но мы все прекрасно должны понимать, если есть организация, фирма, предприятия, учреждения, у них должен быть расчетный счет, это минимум. Об официальном источнике торговли мы однозначно можем получить какую-либо информацию. То есть добросовестно это предприятие или же нет. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова